Здравствуйте, дорогие телезрители! Итак, сегодня я продолжаю вам рассказывать о мутуализме как одном из видов симбиоза. Ну и в прошлый раз мы с вами говорили непосредственно о различных типах взаимоотношений, таких как комменциализм и как мутуализм. А сегодня я бы хотел коснуться непосредственно мутуализма. И в первую очередь хотел бы коснуться мутуализма человека и бифидобактерий. То есть человек тоже вступает в мутуалистические отношения с другими видами организмов. Конечно, количество микроорганизмов, даже их видовое разнообразие, которое обитает, например, живет внутри человека, оно просто очень велико. Причем некоторые микроорганизмы с человеком, например, существуют в роли комменциализма. Есть, которые даже и паразитируют, и многие из них мы хорошо знаем, и такие микробы. Ну а есть, которые и приносят ощутимую пользу. Как это удивительно, не звучит. Итак, наверное, о бифидобактериях сейчас знает каждый. Потому что, с одной стороны, появилось колоссальное количество самых разнообразных медицинских препаратов, которые обещают то, что бифидобактерии просто обладают удивительнейшими свойствами. С другой стороны, появилось множество новых молочных кислых продуктов, в основе которых бифидобактерии. И больше я вам скажу, что сейчас разрабатывается и уже практически утверждена технология мороженого, в основе которого тоже будут бифидобактерии. То есть, биокефир есть, вот будет теперь и биомороженое. Причем, суть какая была? Необходимо было получить вот эти бифидобактерии, которые были бы устойчивы к низким температурам. Так что, как мы видим, бифидобактерии все более и более становятся известными и становятся источниками различных пищевых продуктов и лекарственных препаратов. Ну а если говорить более конкретно, то бифидобактерии у нас являются наиболее важным компонентом нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. Как по представительству в составе микробиоцинозов, так и по полифункциональной роли по поддержанию гомеостаза макроорганизма. То есть, в данном случае, в качестве макроорганизма мы рассматриваем человека. Основоположником русской бактериологической школы был Мечников, который еще в начале XIX века обратил внимание на следующее. На значение симбиотической микрофлоры кишечника для организма человека. И именно он, Мечников, создал новое научное направление, которое включало исследование антагонистических взаимоотношений в микробных сообществах пищеварительного тракта. А также он сформулировал основные, скажем так, пути коррекционного воздействия непосредственно на желудочно-кишечный тракт человека. То есть, на ту экосистему, которая в нем находится. И он же разработал один из первых препаратов, который состоял непосредственно из микроорганизмов. В частности, этот препарат представлял собой молочно-кислый продукт, полученный в результате жизнедеятельности болгарской палочки и молочно-кислого стриптокока. И предназначался для приема внутрь. Ну, для чего этот препарат был нужен? Для того, чтобы подавить гнилостную микрофлору. В частности, он же определил то, что вот эта гнилостная микрофлора способствует, в частности, развитию атеросклероза и преждевременного старения. Ну, кроме того, были рассмотрены и микрофлора новорожденных детей, и тоже были определенные показаны цифры к доминированию различных видов микроорганизмов в зависимости от жизни человека. Ну, и что интересно, что вот первое сообщение о бифидобактериях, которые первоначально имели следующее название – Bacillus bifidus, было сделано учеником и коллегой Мечникова в 1899 году. Ну, что бы хотелось бы отметить, что уже в 1905 году для лечения диспептических расстройств у детей опять-таки использовались бифидобактерии. Кроме того, там использовались и лактобактерии. Но вообще, если говорить о бифидо- и лактобактериях, то, наверное, все-таки и те, и те микроорганизмы, вот именно эти две группы микроорганизмов, имеют важнейшее значение. Но бифидобактерий в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте значительно больше, чем лактобактерий. 90% приходится на бифидобактерии, 10% на лактобактерии, если говорить о полезной микрофлоре. Ну, что бы хотелось бы еще отметить, что были созданы различные препараты на основе бифидобактерий. И вот как раз благодаря именно научной школе, которая основала Мечников. И опять-таки, были препараты, которые включали именно в состав себя уже живые бифидобактерии, которые выращивали на молоке или солодовой среде. Кроме того, дальнейшие технологические совершенствования позволили уже получить еще большее разнообразие препаратов, в частности, например, использование леофильной сушки. И такие препараты уже могли выдержать длительный период хранения, что было нехарактерно для других бифидопрепаратов. Ну, а если говорить о бифидобактериях, давайте на них обратим внимание, то представители этого рода обнаружены в ротовой полости и кишечники теплокровных, позвоночных и насекомых. Ну, и также они встречаются, конечно же, и в других условиях, например, в тех же самых сточных водах и так далее. Род бифидобактерий включает в себя 20 видов. Наиболее типовой вид – бифидом бактериум бифидоум. Вот. А если мы говорим о тех бифидобактериях, которые наиболее часто встречаются в желудочно-кишечном тракте, то это бифидобактериум бифидоум, бифидобактериум лонгиум, бриве, адалонситис, инфантис, лактентис и либерериум. Ну, а если говорить о морфологических свойствах этих микроорганизмов, то это плеаморфные, граммоположительные, не кислотоустойчивые палочки, которые представлены обычно короткой правильной формой, что мы видим на рисунке, и для которых характерны тонкие утолщения с буловидными концами. Ну и кроме того, мы видим, что вообще многие бифидобактерии, они напоминают такой шар, тоже близкий к правильной форме, и могут быть представлены еще длинными тонкими ветвящимися клетками. То мы видим из картинки, что строение вообще у бифидобактерий разнообразное. Ну и по строению клеточной стенки, они близки опять-таки к другой полезной бактерии, лактобактериум. Ну вот я назвал такие сложные названия, латинские названия бифидобактериум, бифидом, лонгиум и так далее. Ну вообще эти названия становятся потихоньку известными, потому что когда мы приобретаем различные препараты, мы уже можем посмотреть, какие микроорганизмы из бифидобактерий у нас конкретно содержатся в данном препарате. Поэтому, безусловно, о чем, что бы мне еще хотелось подчеркнуть, что у нас у человека симбиоз сразу с некоторыми штаммами, если можно так назвать, микроорганизмов. Не с одним видом из бифидобактериума, а с разными. И поэтому, естественно, каждая из них тоже имеет свои определенные свойства. Ну и действительно, вот с данной позиции мы теперь можем рассматривать человека как ферментер, в котором живут или как экосистему. Да, если как экосистему, что в ней живут, например, различные организмы, для которых есть характерные условия и так далее. А если говорить про ферментер, то есть фактически внутри человека микроорганизмы размножаются, или, например, происходит замедление роста. То есть самые различные биологические процессы проходят. Бифидобактерии у нас организмы анаэробные. Что это значит? Что они у нас не способны расти на поверхности сред, и самое главное, что они чувствительны к кислороду. Хотя у разных штаммов чувствительность различается. Ну, что бы хотелось бы отметить, что у бифидобактерий тоже, как у любого вида организмов, есть свои требования к условиям среды. То есть, соответственно, раз они живут внутри человека, у них есть определенные требования. В частности, у них есть требования кислотности, и изменение кислотности может отрицательно повлиять на бифидобактерии. Есть оптимальные температуры роста бифидобактерий. Они чуть выше. Ну, обычно они составляют 37-41 градус. Хотя минимальная температура, когда уже начинается рост бифидобактерий, составляет 25-28 градусов. Ну, и опять-таки, если бы мы с вами конкретно обратились уже к человеку и посмотрели бы те бифидоорганизмы, которые у нас, бифидофлора, которые у нас существуют, в частности, в кишечнике, то можно сказать, что можно выявить наиболее часто присутствующие виды бифидобактерий. В частности, даже есть различия в соотношениях в зависимости от возраста человека. Например, в кишечном микробиоцинозе беременных женщин и новорожденных детей и с первые по пятые сутки, у нас преобладали, например, такие бифидобактерии, как бифидобактерия бривы и ещё один вид бифидобактерий. То есть, есть одна, одни бифидобактерии преобладают. Затем, например, с пятые по пятнадцатые сутки у детей соотношение бифидобактерий меняется. Ну а, например, когда мы начинаем принимать антибиотики, которые отрицательно действуют на микроорганизмы, то здесь происходит качественное изменение состава. То есть у нас остаются, например, одни виды бифидобактерий, а другие пропадают. Ну, соответственно, когда у нас происходит видовая перестройка бифидобактерий, то есть один вид начинает преобладать над другим, то изменяются и свойства определенные. В частности, например, уменьшается антагонистическая активность, может сформироваться дисбактериоз, и сменяющиеся виды могут быть очень разнообразны. Ну, поэтому, естественно, когда мы даже покупаем препараты, мы должны это учитывать, что, конечно, преобладание того или иного вида бифидобактерий. Ну, что бы мне хотелось бы еще обратить на что ваше внимание? Ну, в частности, я говорил о том, что существует много самых различных препаратов, да? И что происходит, когда, например, человек принимает эту бифидобактерию? Она, соответственно, попадает в нему в организм. Ну, очень часто, да, бифидобактерии, которые у нас, например, содержатся в том же самом кефире или других кисломолочных продуктах, либо в препарате, они просто не усваиваются. Потому что я же уже сказал, что человека, это можно рассматривать как определенную экосистему. То есть, соответственно, у него определенные условия, и не всегда к этим условиям бифидобактерии, опять-таки, могут адаптироваться. То есть, получается, что иногда они просто в организме не закрепляются, а просто, опять-таки, исчезают. Вот поэтому тоже существует много самых различных технологий, которые, с одной стороны, стараются, например, привязать эти бифидобактерии в организме, например, их иммобилизуют, что называется, привязывают к активированному углю. Или есть иные технологии. И еще вторая вещь, которую я бы хотел отметить. Я уже сказал, что видовой состав бифидобактерий, он очень изменчив, да, и зависит от возраста человека, и от некоторых других условий. Поэтому, конечно же, тоже надо всегда это учитывать, когда мы, например, принимаем препарат, в который только один вид бифидобактерий. Это тоже будет не очень хорошо, потому что, соответственно, доминирование одного вида может смениться доминированием другого вида. Хотя вот сейчас некоторые препараты, они содержат по 4, по 5 различных видов бифидобактерий. Ну, что бы мне хотелось бы отметить, что, конечно же, нормальная микрофлора, которая, да, в человеке содержится, соответственно, определенная концентрация тех же бифида и лактобактерий, она имеет важное значение для регулирования метаболических процессов в человеке, да, которые протекают у него в организме. А также наличие бифидобактерий и лактобактерий позволяет, ну, или создает относительно высокую устойчивость к различным патогенным и условно-патогенным микроорганизмам. То есть, получается, вот эти маленькие существа, они борются с вредными для человека микробами. Значит, когда их меньше, и, соответственно, и сопротивляемость становится меньше. Кроме того, безусловно, эти микроорганизмы играют очень важную роль в поддержании нормальной жизнедеятельности человека. Ну, и сейчас, вот в нашем современном мире многие как раз испытывают недостаток в бифидобактериях в первую очередь, а также и в лактобактериях. Ну, опять-таки, чтобы мне хотелось бы обратить внимание, вернуться к картинке, связанной с бифидобактериями, и зачитать все-таки конкретные свойства бифидобактерий, которые оказывают влияние на человека. Ну, кишечная микрофлора выполняет следующие функции для жизнедеятельности человека. Регулирует стабильность микробиоциноза и предотвращает заселение кишечника патогенными микроорганизмами. То есть у нас здесь будет наблюдаться при нормальной концентрации полезной микрофлоры колонизационная резистентность кишечника. Кроме того, происходит способствование процессам ферментативного переваривания белков, липидов, высокомолекулярных углеводов, нуклеиновых кислот и клетчатки. Также мне хотелось бы отметить, что кишечная микрофлора участвует в синтезе витаминов, таких как группы В, витамина С и витамина К. Вот часть у нас витамина К, которую я хочу напомнить, он влияет на свертываемость крови, непосредственно у нас синтезируется с помощью микроорганизма. И, соответственно, витамин С тоже мы прекрасно знаем свойства, например, повышается устойчивость к неблагоприятным экологическим факторам, таким, например, как простудные заболевания, стрессы и так далее. То есть, получается, все свойства, которые мы знаем про эти витамины, мы автоматически переносим на полезные микроорганизмы, потому что именно они как раз и участвуют в синтезе. Ну, в первую очередь, я бы все-таки назвал витамин К. Кроме того, кишечная микрофлора участвует в электролитном обмене, регулирует метаболизм желчных кислот и холестерина, также участвует в детоксикации различных экзогенных и эндогенных субстратов. То есть, получается, бифидобактерии и лактобактерии, они выполняют роль так называемого биосорбента. То есть, в том числе, и ассорбируют различные вредные вещества, фактически выводят их из организма. Синтезируют вещества также с антибактериальной активностью. Естественно, в первую очередь, конечно же, кишечная микрофлора стимулирует перистальтику кишечника, участвуя в образовании продуктов распадов белков и нормализует эвакуацию кишечного содержимого. Ну и кроме того, еще одно из важных свойств полезной микрофлоры – это, безусловно, синтез незаменимых аминокислот, таких, например, как гистамины, трептофан, участие в этих процессах. И, кроме того, бифидо- и лактобактерии, особенно бифидобактерии, они способствуют тому, чтобы в организме лучше усваивался кальций. Потому что очень часто из кальциевых препаратов, которые, например, человек, который ощущает нехватку кальция, да, или, например, принимает какие-то гормоны достаточно тяжелые для организма, да, например, гормоны коры надпочечников, то вот у него в итоге, кроме того, что, например, человек будет лечить легкие, да, будет происходить следующее – будет множество отрицательных факторов, и в том числе кальций, например, будет вымываться из организма. Соответственно, прием кальциевых препаратов не всегда приводит к тому, чтобы кальций усваивался, да, чтобы кости были крепкие. И поэтому здесь вот кишечная микрофлора способствует повышению усвояемости этого важного минерального вещества. И также участвует в синтезе витамина D. Ну и, естественно, повышение иммунитета, мы уже об этом говорили, повышение синтеза иммуноглобинов и многое-многое другое. Ну и также кишечная микрофлора способствует уничтожению атипичных клеток организма в результате активации иммунных процессов. То есть, как мы видим, свойств, полезных свойств у наших симбионтов бифидо- и лактобактерий просто колоссальное количество. Поэтому, безусловно, здесь взаимоотношения полезной кишечной микрофлоры и человека мы в первую очередь рассматриваем как мутуализм. Ну, я говорил о том, что в частности, что бифидо- и лактобактерии, да, когда мы принимаем их вовнутрь, они могут, ну просто фактически не смогут адаптироваться к определенным условиям нашей среды, внутренней организма. Вот, и они просто погибают, либо не могут усваивать. С одной стороны, вроде бы, у нас предлагается, например, прием различных препаратов, но можно пойти по другому пути. Вот у нас тут перед нами непосредственно, мне бы хотелось бы обратить внимание на следующее. Вот здесь вы увидите такой препарат, который носит название, относится к про- и пребиотикам. В чем его смысл? Есть такие препараты, да, которые фактически, вот он перед вами, да, такой порошочек, который лежит рядом с семенами. Вот, он из себя фактически будет представлять питательную среду для вот этих бифидо-бактерий, например. И когда человек, например, принимает такой препарат, да, ну препараты бывают разные, естественно, я их называть не буду, то фактически эти бактерии начинают быстрее размножаться. И поэтому это вот второй путь того, чтобы увеличить содержание уже своей родной кишечной микрофлоры непосредственно у себя в микроорганизме. То есть это так называемая пища. Пища для микроорганизмов. В частности, вот для бифида и лактобактерий. Ну, что можно сказать, что, конечно же, сейчас такой определенный бум, который связан с бифидобактериями. И даже сейчас были получены некоторые бактерии, которые устойчивы к антибиотикам. Но по поводу их применения есть много плюсов и минусов. Но так как у нас тематика экологическая, мы все-таки затрагивать этот процесс не будем. И сейчас хотелось бы перейти к следующей теме, опять-таки, связанной, близкой к той теме, о которой мы говорили, мы опять-таки будем рассматривать уже экосистему, в частности, пищеварительного тракта уже жвачных животных. Вот, например, перед вами та же самая корова, которую вы можете видеть. Ну, что бы мне хотелось бы отметить. Вообще, если рассматривать экосистемы, уже непосредственно с участием организмов, которые населяют пищеварительный тракт, то здесь, конечно же, мутуализм еще более зависимый друг от друга, более существенный. Да, зависимость более сложная. И все стадии обычно развития организма, такие организмы проходят вместе. Ну, и вот, если мы поговорим уже о жвачных животных, да, и вообще, хотелось бы отметить, что практически у большинства растительноядных организмов у нас микрофлора играет самую главную роль в переваривании целлюлозы. И, кроме того, оказывает влияние на синтез различных витаминов. И, соответственно, здесь поддерживается более-менее постоянный приток субстратов в виде съеденной, пережеванной, частиценно гомогонизированной животными пищи. И также, опять-таки, если мы будем рассматривать пищеварительный тракт животных, опять-таки, так же, как и для человека, необходимо регулирование PH, то есть кислотности, того же самого субстрата, потому что кислотность оказывает существенное влияние на различные микроорганизмы, например. И даже, опять-таки, по аналогу с ферментером, контролируется аэрация, то есть насыщаемость кислородом и другими газами, да, и перемешивание. А теплокровных организмов еще, конечно же, существенную роль играет температура. Потому что, опять-таки, хочу сказать, что для бактерий температура – это важный экологический фактор. Ну, такой фактор, как температура, мы будем рассматривать в наших экологических телекурсах. Поэтому, опять-таки, и животные, у нас система животных, да, тоже опять похожа на такой биотехнологический аппарат, как ферментер, где, например, культивируются различные микроорганизмы. Или на аппараты, которые у нас происходят промышленные, например, производства пива или вина. Ну, давайте все-таки опять обратим внимание на корову, да, как пример, в частности, жвачного животного. Так вот, желудок жвачных животных состоит из четырех отделов. Ну, и проглоченная пища сначала попадает в тот из них, в первый. Ну, мы не будем уже говорить название. Что бы хотелось бы на что обратить внимание. Вот если мы рассмотрим один из отделов рубец, то вот он как раз населен многочисленными бактериями. И вот интересно, какая его концентрация этих микроорганизмов, да, количество. 10 в десятый, 10 в одиннадцатой степени микроорганизмов на один миллилитр. То есть получается больше, чем миллиарды, сотни миллиардов микроорганизмов населяют животных. Да и человека, можно сказать, то же самое. Причем эта цифра просто колоссальная. Ну, и, соответственно, рубец животных у нас населен с одной стороны бактериями, а с другой стороны простейшими. Ну, и, конечно, так как они более крупные, там их число будет где-то меньше существенно. Кроме того, конечно же, происходит регуляция кислотности в организме, в частности, за счет выделения слюных желез специального секрета. Ну, и что бы мне хотелось бы сказать. Если мы, опять-таки, обратим внимание на жвачное животное, то вот бактериальное сообщество рубца почти полностью состоит из облигатных анаэробов. Что это значит? Что если эти микроорганизмы мы поместим в колбочку, да, и, например, будем его культивировать в стерильных условиях, но где есть кислород, они моментально погибнут. И вот такие микроорганизмы, они у нас нуждаются в первую очередь в углеводах, а также в различных кислотах, в частности, например, в уксусной. Что интересно, что флора рубца заселена разными микроорганизмами. И нельзя сказать, что это вот такие микроорганизмы универсалы, то есть те, которые выполняют фактически все функции. Нет, у каждого микроорганизма своя специальная функция. Ну, например, у некоторых микробов свой специализированный обмен веществ, который, например, ограничивает их распространение только определенной средой. Ну, и опять-таки, основные компоненты пищи жвачных животных – это та же самая целлюлоза и растительные волокна, которые трудно переваримы. Но сами животные ферментов не имеют. Значит, если бы не было этих микроорганизмов, так же, как и у термитов, сравнение можно тут дать, они бы просто эту пищу не смогли переварить и просто умерли бы от голода. Вот, поэтому есть целый ряд микроорганизмов, одни из которых расщепляют целлюлозу. Сначала, например, плотно прилипают к растительным волокнам, а потом идет процесс химический уже расщепления целлюлоза. Другие, например, начинают переваривать целлюлозу и ксилозу. Третьи виды, например, разрушают крахмал и так далее, например. То есть, каждый микроорганизм сугубо специализирован. Кроме того, если мы говорим еще о экосистеме рубца, или экосистеме, ну, можно сказать, кишечника, да, то там еще присутствует и фауна, различные организмы, в частности, например, та же самая инфузория туфелька. Ну, что бы хотелось бы отметить, что вот если говорить о простейших, то мало кто из них способен переваривать целлюлозу. Вот, и вообще, в самой, внутри, например, животного устанавливаются даже различные виды взаимоотношений. Например, те же самые простейшие, они начинают поедать бактерии. У нас, получается, уже там, внутри организма, происходит такое взаимоотношение. Хищник-жертва. Мы можем даже составить длинную-длинную цепь разных взаимоотношений. И поэтому получается, что и простейшие тоже выполняют определенную роль, роль стабилизации тех же самых бактерий, да, то есть они ограничивают их очень такое большое распространение. И чего только нет внутри организма. Там встречается и конкуренция, и мутуализм, и многие-многие другие типы взаимоотношений. Так что, как мы видим, фактически некоторые живые организмы можно рассматривать как целую экосистему. Конечно, с небольшой натяжкой, но все равно, потому что там живет очень большое количество самых разнообразных микроорганизмов. То есть мы, живя в одной экосистеме, фактически наши внутренности представляют собой экосистему уже другую. Ну, а теперь также мне хотелось бы обратить внимание и на некоторые другие факторы. В частности, существуют некоторые симбионты, которые живут уже непосредственно в тканях или клетках животных. Ну вот, давайте опять-таки обратим внимание. Перед вами таракан. Так вот, например, огромные скопления бактерий неизменно присутствуют в жировых телах тараканов. Ну, что бы хотелось бы мне отметить, что эти бактерии передаются через самку. И вот симбиоз бактерии таракана, он наследственный, который передается, опять-таки, через материнский организм. Похожая ситуация у нас возникает и у тлей, где присутствуют, например, так называемые дрожжеподобные симбионты, которые передаются потомству через яйца. Культивировать эти симбионты очень сложно, если мы говорим о таких уже технических условиях. И обмен веществ их тоже не изучен. Ну, что бы хотелось бы отметить, вот когда проводились опыты, и, например, эти симбионты убивались антибиотиками, то у хозяев наблюдались нарушения ряда метаболических процессов. То есть, получается, действительно, эти взаимоотношения мутуалистические, а не имеют функции паразитизма или комменциализма. Ну, например, отсутствие некоторых микроорганизмов, да, у кровососущего клопа в итоге приводит к недостатку у него витамина группы В. А у таракана-прусака замедляется развитие и, фактически, тоже есть определенное влияние на весь организм. Ну, а следующий тип взаимоотношений, которых я хотел бы рассмотреть, это мутуализм высших растений и грибов, которые носят название микориса. Ну, на что бы мне хотелось бы обратить ваше внимание? Во-первых, хотелось бы отметить, то, что у большинства высших растений называется корменями, на самом деле это микориса. Как переводится это слово? Переводится она следующим образом. Грибокорень. То есть, здесь наблюдается тесный мутуализм грибов и корневой ткани. Корневой ткани, естественно, растений. Что происходит? Дело в том, что грибы помогают хозяевам получать минеральное питание, а сами берут у растений необходимую часть органического углерода. То есть, вот таким образом наблюдается мутуализм. Ну, и хотелось бы сказать, что вот если бы мы посмотрели вообще видовое разнообразие растений, то лишь немногие растения, в частности, представители семейства крестоцветных не имеют таких ассоциаций с грибами. А значительная часть цветковых, большая часть, голосеменные, папоротники, мхи, плауны, у них как раз симбиоз с грибами есть. В частности, у них обнаружены ткани, более или менее тесно переплетенные с мицелием гриба. А если говорить о доминирующих видах, и особенно о доминантах самого высокого яруса, ну, ярусность – это распределение растений по высоте, ну, а доминирование – это, понятно, тот вид, который у нас главный, фактически, ну, на определенном участке, в определенной экосистеме. То вот, все доминирующие, практически все доминирующие виды растений, как деревья, так травы, так и кустарники, ну, в первую очередь, особенно деревья, имеют хорошо выраженную мекоризму. Да и даже было получено следующее сведение, что, в частности, ископаемые остатки древнейших наземных растений тоже предполагают исследование их тесную связь с грибами. Причем в то время у некоторых форм даже и не было корней. То есть, фактически, грибы позволяли заселить этим растениям сушу. То есть, эти моталистические отношения имели очень явную пользу. Ну, тем не менее, существуют разные виды мекоризы. В частности, выделяют эктомекоризы. Ну, и вот, что бы мне хотелось бы отметить, что обычно так называемая вот покровная мекориза, она у нас непосредственно встречается на корнях деревьев. И образуются, в первую очередь, в ней участвуют грибы из рода базидиомицетов. Ну, и также в некоторых случаях участвуют аскомицеты, которые, в принципе, можно даже вырастить и в отсутствии хозяев. Заселенные ими корни обычно сконцентрированы в верхнем слое почве. Мицелий разрастается в подстилке и образует крупные, выступающие над поверхностью плодовые тела, рассеивающие огромное количество переносимых ветром спор. И гриб, он у нас как бы начинает покрывать корень своей тканью. И начинаются происходить, происходят определенные морфогенетические изменения. Например, заселенные корни, которые заселены грибами, они прекращают опекальный рост и становятся более короткими, чем остальными. И часто, например, даже дихотомически ветвятся. Корни, которые проникают глубже в почву, в слои менее богатые органическим веществом, соответственно, они для заселения грибами не очень пригодны, и поэтому обычно остаются незаселенными и продолжают нормально удлиняться. То есть, они становятся более длинными. Грибы, которые обволакивают корни растения хозяина, им в качестве источника углерода необходимы растворимые углеводы. И, соответственно, в этом отношении они мало отличаются, например, от своих свободно живущих родичей. Микоризные грибы определенную часть потребности, опять-таки, в углероде удовлетворяют за счет хозяев, то есть, за счет растений. Кроме того, мицелий у нас всасывает из почвы минеральные биогенные вещества, и он активно снабжает ими свое растение хозяин. Ну, и в частности, даже есть технологии, которые подтвердили то, что действительно между растениями и грибами существует мутуализм. Они достаточно сложные, представляют собой исследование радиоактивных меток. Ну, это в основном методы, которые относятся к физиологии растений. Так вот, было показано, что фосфор, азот и кальций, фосфор, азот и некоторые другие минеральные вещества у нас попадают через гифы грибов, гифы грибов попадают непосредственно в корень растения, а затем и в побеги. То есть, получается, гриб фактически насыщает минеральными веществами растения. То есть, своего рода удобрение такое получается. Так что, и действительно, этот тип взаимоотношений, он достаточно широко распространен. Существуют различные, опять-таки, виды микоризов, в частности, везикулярно-арбускулярная микориза, где гриб у нас переносит фосфаты. В частности, такая микориза тоже у нас обнаружена у многих видов растений. И здесь грибы не образуют чехла на корнях растений, а начинают проникать вовнутрь клеток хозяина. Но, тем не менее, здесь они морфогенетических изменений не вызывают. Ну, и, например, корни заселяются от находящего в почве мицели или от зародышевых трубок, которые развиваются из крупных спор. Сначала гриб растет между клетками хозяина, затем пронисывает их и образует так называемое разветвленное действие. И вот основная польза здесь для хозяина от такой микоризы состоит в следующем, что грибной мицели может поглощать из почвы фосфаты на значительно большей площади, чем незаселенные им корни растений, чем когда у нас соответственно мутуализма гриба и растений нет. То есть таким образом растению удается удовлетворять потребность в таком минеральном веществе, как фосфор. А фосфор он важен и для цветения, и для всего развития растения. Если на первом этапе, даже давайте вспомним, мы вносим такие удобрения, как азот, фосфор, калий, но в первую очередь доминирует азот, то уже когда растение уже например хочет свести, то обычно используют уже чтобы стимулировать цветение, плодоношение уже используют фосфорно-калийные. удобрения. Хозяин тоже в определенной степени обеспечивает растение, прошу прощения, хозяин растения обеспечивает в определенной степени гриб углеродом. Поэтому, соответственно, насколько, в каком объеме он обеспечивает углеродом, трудно сказать, но тем не менее в этом направлении исследование ведется. Но опять-таки, в данном случае иногда взаимодействие, вот о котором я рассказывал, тоже связано с паразитизмом. То есть, иногда зачатки паразитизма в этом взаимодействии наблюдаются. Вот. И в частности, бывает паразитирование гриба на корнях, при котором вирулентность его в значительной степени подавлена. гриба на корнях, ну, кроме того, мне хотелось бы отметить еще следующее, что у некоторых видов орхидей и представителей других семейств полностью отсутствует хлорофилл. И вот как раз у них тоже сильно развита микориза. Она фактически действует в качестве связывающего звена, через которое вещества передаются от корней второго фотосинтезирующего растения-хозяина. То есть, и здесь мы видим определенный мутуализм. Хотя, все-таки, по поводу этих мутуалистических отношений тоже есть определенные споры. Ну, что бы еще мне хотелось бы обратить внимание, наверное, всем известны клубеньковые бактерии. Да, вот в частности, у меня, если опять коснуться семян, да, то вот перед нами здесь вот лежат семена, вот такая небольшая кучка, это семена люцерны. И вот как раз это растение бобовое, и вот как раз и наблюдается мутуализм у этого растения непосредственно с клубеньковыми бактериями. Причем очень часто семена люцерны буквально-таки обрабатываются теми же самыми клубеньковыми бактериями. Ну, зачем это нужно, мы поговорим еще в следующий раз. Ну, фактически это способствует и тому, что повышается урожайность культур. Поэтому, соответственно, те же самые клубеньковые бактерии выращивают и уже с помощью методов биотехнологии. но вообще если говорить о мутуализме связанном с фиксацией азота, то хотелось бы отметить следующее, что у многих организмов, как это неудивительно не звучит, способности усваивать азот нету. Это несмотря на то, что в нашей атмосфере азот составляет 78%. фактически первое вещество. Но в то же время есть некоторые микроорганизмы, некоторые прокуриоты, которые способностью фиксировать азот обладают. Ну, в частности, мы классифицировать, наверное, все-таки сегодня их не будем, но, наверное, самое известное это мутуализм тех же самых клубеньковых бактерий с бобовыми растениями. Ну, в частности, в свободном состоянии бактерии живут в почве и размножаются, если к ним приближаются корневые волоски растения хозяина. Вероятно, от растения поступают какие-то либо сигналы, либо выделяются питательные вещества. И колония у нас начинает непосредственно, вот перед вами бобовые растения, и здесь показаны как раз их корни, где, в принципе, происходит взаимодействие с клубеньковыми бактериями. Колонии микроорганизмов начинают развиваться на корневом волоске, тот начинает закручиваться, формируя окружающую размножающуюся бактерии стенку и инфицирующую нить, продукт как растения, так и бактерий. Ну, а более подробно о взаимодействии клубеньковых бактерий непосредственно с бобовыми растениями, я поговорю с вами в следующий раз. Ну, а на этом программа заканчивается, я с вами прощаюсь, до свидания. субтитры создавал DimaTorzok